Привет, друзья! С вами канал Простые Технологии. Сегодня мы посмотрим на топовую гарнитуру от Amazfit. Называется она PowerBuds. Если кто не помнит, Amazfit это подразделение Xiaomi. Вообще, Huami Amazfit довольно недавно стали заниматься ТВС гарнитурами. И вот это такая модель, которая должна привлечь внимание пользователей. Здесь есть очень интересный функционал. Ну, вообще, их и вид тоже оригинальный. Но, к тому же, они умеют замерять сердечный ритм, находясь в ушах. Всё-таки Amazfit занимается, прежде всего, носимой электроникой с упором на здоровье. Вот в таких двух коробках. Коробка, кстати, напоминает коробку от BIP-ов, которыми я пользуюсь уже не первый год и очень ими доволен. Такой вот кейс, довольно приятно лежащий в руке, сделанный из матового пластика. Ничего не скрипит. Документы к нему. Кабель. И тут, к слову, есть запасные амбушюры аж трёх размеров. Больше здесь ничего интересного нет. Открываем. Сами наушники выглядят довольно массивно. Это что-то новенькое. Я ещё таких ТВС-ов в руках не держал. Они тоже сделаны из матового пластика. Всё на магнитах. Помимо наушников, к слову, тут ещё есть в комплекте заушины, которые крепятся к самим наушникам. Ничего себе! Это не просто заушины, это магнитные заушины. Вот такого я точно ещё не видел. Попользовался я этими наушниками и скажу сразу. ТВС-гарнитура от Amazfit вышла не хуже, чем их умные часы и браслеты. Но есть нюансы. Несмотря на то, что наушники кажутся громоздкими, сидят они в ушах, ну, буквально намертво. Даже при беге не было намёка на то, что они выпадут. Но важно подобрать амбушюру. Именно под свои уши. Вот магнитные заушины. Которые крепятся тоже на магнитах. Вызывают у меня всё-таки немножко скепсиса. По той причине, что это, в общем-то, решение на любителя. Мне они мешались. Да и нельзя сказать, что они намертво держатся на наушниках. Крепко, но не намертво. А в пылу спортивных баталий они сами могут отвалиться и потеряться. Вот сам кейс наушников мне понравился. Он крайне приятный в использовании. Сделан качественно. Крышка практически не люфтит. Да не практически, а просто не люфтит. Магниты держат её именно так, как ты этого ожидаешь. Матовый пластик хорошо ощущается. Но я подозреваю, что он довольно быстро покроется царапинами. Покрытие довольно нежное. Его даже от ногтя остаётся след. Как и от пальцев. Такие разводы определённые. И кто-то уже столкнулся с тем, что надпись Amazfit попросту стирается даже после месяца использования. Но лучше уж так, чем какой-нибудь ужасный глянцевый пластик. Конечно, хотелось бы индикации заряда на нём, но в последнее время это стало не модно среди производителей. Впрочем, это и не важно. Ведь есть приложение, фирменное приложение ZEP, в котором можно посмотреть заряд каждого наушника и кейса. Управлять наушниками нам предлагается посредством сенсорных жестов. И тут хочется сказать, что в Amazfit сделали простую, но эффективную систему. Жеста 2. Либо двойное нажатие, либо тройное нажатие. И, собственно, всё. У такого решения есть и минус. В пару бацах нет управления громкостью, как это сделано, например, Vivo TWS Neo. На каждом наушнике можно через то же самое приложение ZEP настроить, например, переключение на следующий трек или паузу. Вместе на пару наушников можно повесить до четырёх команд. Я сделал так. Левый наушник – это вперёд и пауза, правый – назад и режим звуконепроницаемости. Есть в приложении и довольно адекватный эквалайзер. Нельзя, правда, сказать, что он сильно меняет звуковую картинку, но любители поковыряться со звуком под себя точно будут довольны. А ещё тут есть режим, который называется Motion Beat Mode. Это когда наушники во время тренировки, о чём они узнают из встроенного пульсометра, наваливают вам басы в уши. Последнего становится больше, но то же самое можно и через тот же самый эквалайзер получить. В наушниках, как мне показалось, довольно много баса, но, пожалуй, на этом плюсы звука и кончаются в пауэрбатсах. Высоких же частот откровенно не хватает, как и сбалансированности звуковой картинки. Звук тут явно сделан под массовую музыку, и лучше, чтобы она была к тому же потоковая, например, со Spotify или Яндекс.Радио. Всё дело в том, что на очень усреднённое, даже по меркам ТВСов, звучание, тут ещё и накладывается отсутствие кодека APTX. Да, уши дороже 7000 рублей умеют работать только с двумя кодеками SBC и AAC, которые я сразу, собственно, и включил. Ну, наверное, тут логика была такая у создателей. Девайс, в общем-то, спортивный, человек обливается потом, вокруг него шум и звон железа. Кто ж в таких условиях будет слушаться в любимые композиции? Я! Подождите! Ну, хоть громкости тут от всей души нам дали, вместе с неплохой звукоизоляцией, а тут всё-таки и конструкция располагает, и силиконовые амбушюры, внешний шум наушники не заглушат. И на оживлённой улице, и в метро мне было комфортно, и выше 80% громкости я их не выкручивал. Хватало всегда. Да, кстати, здесь есть, разумеется, и сенсоры нахождения в ушах, поэтому, когда мы вытаскиваем их из ушей, или закрываем и открываем сенсор, разумеется, воспроизведение останавливается, либо включается. Работает это адекватно. Намного адекватнее, чем на бюджетных гарнитурах от Xiaomi, поэтому здесь нет никаких, например, заиканий. Вот над чем точно постарались, так это над микрофонами в Амазфитах. Давайте послушаем примеры того, как они записывают звук. Мы находимся в тихой комнате, и так записывают звук микрофоны наушников Амазфит PowerBuds. Один, два, три, четыре, пять. А теперь мы в машине проверяем качество записи микрофонами звука PowerBuds. Один, два, три, четыре, пять. И, кстати, отдельная похвала Амазфиту за то, что дала возможность работать наушником по отдельности. Я, например, часто пользовался одним наушником, а второй просто клал в кейс, где он, собственно, и заряжался. И раз уж я начал про зарядку, наушники способны работать по семь часов без кейса. Пока это рекорд среди тех ТВСов, что были на нашем тестировании. Правда, если юзать прозрачный режим, то автономность падает примерно до пяти часов. Иногда это бывало пять с половиной часов. Но и этого, в общем-то, тоже немало. Кейса хватает, чтобы зарядить уши еще два с половиной раза. А вместе это дает уже двадцать четыре, двадцать четыре с половиной часа. Что-то на уровне Mi True Wireless Air Phone 2 от Xiaomi. Но там, напомню, кейс был все-таки больше. Измерение пульса, которое является чуть ли не главной фишкой пауэрбатсов, лежит на правом наушнике. Вот, собственно, сенсоры. Но будьте готовы к тому, что работает оно довольно странно. Нет, точность здесь высокая. Точно такая же, как на новых браслетах или на часах. Но почему-то в Amazfit решили, что в обычном состоянии покоя нам с помощью наушников измерять пульс не надо давать возможность. Наверное, посчитали так, что у пользователя в любом случае на запястье есть какой-нибудь браслет или какие-нибудь часы. Поэтому для оперативного и постоянного измерения пульса нам наушники не нужны. Измерение пульса с помощью наушников работает только в режиме тренировки. Для этого в ZEP нам нужно запустить определенный сценарий. Ну, пусть будет это бег. Запускаем его и вставляем наушник в правое ухо. Разумеется, бежать я никуда сейчас не собираюсь. Сейчас нас интересует, как наушник, вот я и снял бипы, сам измеряет пульс, находясь в ушной раковине. Вот. Пульс меряется постоянно. Видите, в этом режиме он запускается на постоянной основе в тренировке. Ну, что я хочу сказать. Если сравнивать их с теми же самыми бипами или с Mi Band 5, то погрешности практически здесь нет никакой. Выдает примерно одни и те же цифры. Еще наушники можно использовать для измерения пульса вместе с часами. И приложение выдает нам некое среднее арифметическое этих двух источников. Ну, якобы точность должна быть выше. Особенно мне в наушниках понравился режим звукопроницаемости. Конечно, он не столь круто работает, как в полноразмерных JBL Live 400, но можно хорошо слышать сквозь музыку, что происходит вокруг. А если поставить воспроизведение на паузу, так вообще получаем чуть ли не слуховой аппарат, который усиливает звук. Когда мне наушники только попали на тест, то на Алиэкспрессе за них просили около 7 тысяч рублей. Потом рубль снова отрицательно укрепился. Продавцы ценники переписали. И теперь они стоят уже около 8 тысяч рублей. Ссылки на предложение будут в описании. С одной стороны, да, это дорого, тем более на месте можно найти много разных ТВСов. С другой стороны, прямых аналогов фактически не существует. Да, например, есть у JBL такая модель, как Under Armour, которая вроде как тоже под спортсменов сделана и имеет режим прозрачности. Но в них установлен Bluetooth 4.2, нет измерения пульса и маленькая автономность. Есть, например, известные Sony WF-XB700, которые даже по форме напоминают Amazfit. Хотя, наверное, наоборот, это Amazfit пыталась сделать модель под Sony. Но там совершенно жуткий микрофон и вообще нет никакого софта для управления. Но это если говорить про прямых конкурентов. А если хочется просто хороший, вменяемый беспроводной звук, а всякие спортивные штуки вам совершенно не нужны, то покупка Amazfit становится очень сомнительным делом. Хотя, повторюсь, наушники эти качественные и очень стабильные при каждодневном использовании. А у меня все. Пиши в комментариях свое мнение об этой гарнитуре, взял бы ты их себе. Ну и подписывайся на меня и лайкай это видео. Пока-пока.